У ценителей ювелирного искусства имя Виктора Моисейкина вызывает самый настоящий трепет. Ведь этот ювелирный дом из Екатеринбурга известен в разных уголках планеты благодаря изысканным украшениям и драгоценным скульптурам. Именно с них глава дома начинал свой творческий путь. Путь у меня был, наверное, такой традиционный. Начинал с копирования. Что такое копирование? Конечно же, не прямое копирование. Я пытался смотреть то, что делали до меня, работы Фабержея, работы других мастеров Серебряного века, какие-то скифские украшения. И просто пытался создавать что-то похожее. Только где-то лет примерно через 15 работы возникло вот это ощущение, что ты можешь что-то сказать свое. Возникло желание и понимание, что вот, ты овладел вот уже вот этими словами, ты можешь написать свой стих. За годы творчества Виктор Моисейкин не просто сформулировал свой узнаваемый стиль. Он попал в историю ювелирного искусства благодаря своему уникальному изобретению. Это инновационная художественная закрепка драгоценного камня, которая позволяет ему оставаться подвижным. Запатентованная идея получила название «Вальсин бриллиант» – «Танцующее сияние». Ювелирное мастерство – это, конечно, всегда проявление искусства. А сегодняшний вечер – это знакомство, вероятно, с наивысшей его точкой, с новым взглядом, с красивым, с новым пониманием. Хочется смотреть, хочется восхищаться. И понимаю, что Моисейкин – это, наверное, новый, молодой Фаберже, ничуть не хуже. Я видела его, эту землянику знаменитую, которая сейчас в Лондоне у королевы. Это, ну, просто восхищает. И хочется смотреть, смотреть. После того, как удалось приобрести уже себе какие-то изделия из этого ювелирного дома, я каждый день прикасаюсь к этому прекрасному и наслаждаюсь той красотой, которую дарит нам этот мастер из большой буквы. Меня очень часто радует, когда проходят какие-то выставки, особенно молодые девушки, хотя не только молодые девушки, очень модно сейчас, кстати, стало получать образование. То есть кто-то получает в Гонконге, кто-то в Лондоне получает образование в Европе, гемологическое. То есть они не собираются быть гемологами, не собираются быть дизайнерами, но они хотят глубже понимать вот эту сферу. То есть просто покупая какие-то украшения, девушки, женщины хотят лучше в этом разбираться. То есть мне это очень радует. Работы Виктора Моисейкина украшают коллекции президентов и монархов, премьер-министров и деятелей искусств. Сам же автор сохраняет трогательную скромность, как будто не осознавая своей значимости. Вначале у меня была растерянность. Как такие люди? Они же могут купить все. Почему они выбрали мое? Вот такое чувство. Был такой момент, когда мы встретились. Мария, я помню, она внучка, правнучка, кортье. У нас в Москве, в нашем салоне. Она так получилось посетила. Живет в Швейцарии. Я показываю наши работы. И в конце уже такой, так с придыханием, задаю вопрос. Простите, как вы думаете, вот это люкс или не люкс? Потому что, ну, как бы, то, что мне нравится, покупают люди, достаточно имеющие огромный выбор. Творческая встреча в Челябинске, которая в профессиональных кругах считается большой сенсацией, состоялась благодаря любви. Настоящей искренней любви поклонников ювелирного искусства. Чем обычно топят сердце? Любовью. Другого способа нет. То есть, когда ты видишь, что это людям важно, когда ты видишь, что то, что ты делаешь, важно, когда ты видишь, что они могут это донести до тех, кто может это оценить, конечно, ты это ценишь, уважаешь и с радостью используешь возможность показать то, что ты делаешь для их клиентов. Чем сложнее продукт, тем сложнее его представить. То есть, для того, чтобы представить что-то сложное, например, там, чтобы представить какие-то предметы искусства, должен в этом разбираться. То есть, проще продавать и представлять что-то более простое. Поэтому это не так просто, и вот мне очень как раз приятно, что Ирина, Сергей как раз могут представлять наши работы. Гости этого вечера в полной мере ощутили эстетическое удовольствие. Увидеть своими глазами уникальные ювелирные шедевры, иметь возможность вживую общаться с их создателем. Это роскошь. Настоящее, вечное, не подвластное никаким обстоятельствам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова